ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗВОНОК ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗВОНОК ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗВОНОК ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗВОНОК ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗВОНОК Так... Можно было тоже? Да, конечно. В общем, представьте, что мы сидим на берегу моря, где-то там... Да, и безземным. ...послабьтесь просто. Просто расскажите, как Вас зовут, откуда Вы, и где мы находимся? Меня зовут Рупият. Я из Дагестана, город Кизл-Юрт. Вот. И... Приехала на проект Кьюри. Я приехала, конечно, не то, что я не знала, куда я еду. Я знала, куда я еду, я знала, зачем я еду. И знала, что я получу знания, хорошие знания, потому что я была уже у него на степах, на двух степах. И как бы мне это все очень понравилось. И думаю, ну, нельзя останавливаться на достигнутом, надо идти дальше. И вот позвонила Йорге, и как раз он сказал, что он открывает академию, ханкрафт, ручная работа. Для меня это, например, очень даже приемлемо, потому что... Ну, мы, скажем, мастера советских еще времен. Мы работали без машинок, можно сказать. Работа была ручная. Мало когда использовали машинки. Но если и даже использовали, то это было совсем по-другому, другое назначение. Вот. Но я знала, куда я еду. И, конечно, все мои ожидания превзошли, можно сказать. Потому что Йора очень поставил такую программу, очень четкую, очень доступную, нелегкую. Нужно, конечно, очень даже так вот вникать во все это. Вот. Но я очень довольна. Довольна тем. Я не пожалела ни на одну минуту, что вот приехал на этот проект. Йора выложился на все сто, за что ему большое огромное спасибо, человеческое огромное спасибо. Человек большой души. Человек не просто, который преподает, а который вот хочет, чтобы людей, которых он обучал, чтобы они росли еще. И в дальнейшем. Вот. Может, многие даже я так в разговоре даже говорили, ой, вот как-то вот страшно что-то как-то. А к концу курса каждый хочет просто-напросто расти дальше. Потому что это благодаря преподавателю, который правильно это все преподает и развивает это чувство вот этой вот победы, что надо идти дальше, стремиться дальше и делать лучше и лучше. Это просто супер. А куда дальше? То есть дальше у вас какие планы? Есть планы вообще с Ханкрафтом? Да, конечно. Обязательно. Я, например, хочу преподавать. Мы с Юрой об этом говорили. Хочу преподавать. Вот. И чтобы преподавать, как бы мы будем сотрудничать с Юрой. Я хочу преподавать именно программу Ханкрафт. Потому что это все равно, вот мне кажется, я не хочу говорить, что барберы там плохие. Есть хорошие барберы. Не говорю ничего такого. Но работа Ханкрафт – это классика. Она всегда в моде. Она всегда смотрится. Она всегда смотрится богато. А что значит Ханкрафт? Я вообще со стороны человека, я вообще не понимаю. В чем разница барбершопа, Ханкрафта? Мне примерно все одинаково. Что там разница? Барбершопы, они работают вот насадками. Все убирается на гало. Неселенные зоны, то и все. Но есть и хорошие мастера, которые это делают очень хорошо. Есть, которые просто делают фейды. И думают, что если сделали очень круто фейд, что это очень красиво. Но это не всегда смотребильно. А Ханкрафт – это ручная работа. Это… Мы не работаем машинками. У нас 85% мы работаем ручной работой. 15% – это триммеры, где мы можем почищать там окантовочку, шлифовочку. И 5% мы можем взять машинки в руки с насадками только для хайр-тото. Если только для хайр-тото. Вот. Ну, мастерам, конечно, которые работали машинками, немножко поначалу бывает сложновато. Вот, думаешь, ну можно же здесь взять машинкой. Вот, ну что вот я сейчас вручную столько работаю, когда можно раз – и машинка. Машинкой убрать. Но ты машинкой никогда не создашь ту линию или ту форму, которую ты хочешь. Потому что волосы бывают разные. Формы головы тоже разные. Поэтому, то есть, если мы возьмем так наугад машинкой – оп, а там не надо было брать. Нужно было подходить очень аккуратно к этой теме, к этой форме волосам. Вот нужно работать. Убираешь понемножку, понемножку и доводишь до идеальной формы. А машинкой мы его не сделаем. Мы его просто не увидим. Есть салфетки вот там, можете чуть-чуть протереть. Ага. Жарно. Так, салфетки, салфетки не вижу. А вот они прямо по центру. Угу. Это же салфетки? Нет, это конверты. А, это конверты, да. Сейчас. А, опять, смотрите, вот такая ситуация, да, расскажите чуть-чуть о себе, да, и почему вот вы так вот решили поехать? Все-таки ведь очень много и других школ, наверное, да, где подешевле, наверное, столько денег тратить ехать. Да, я была в разных школах. Я вот, например, была в Долорес, там преподают универсалы, вот нужны мастеры универсалы. Там очень мало программ по мужским стрижкам, большинство по женским, но я не работаю универсалом, я работаю только мужским мастером. Я очень долго искала мастера, который преподает именно мужские стрижки, потому что я мужской мастер, я хотела именно в этом направлении. Я была и в Москве у мастера, тоже очень знаменитый, хороший мастер в своем деле, но я не нашла то, что я хотела. Он не ответил на мои вопросы, вот те вопросы, которые я задавала сама себе. Я не нашла на них ответы. Очень много мастеров, которые преподают, очень жадны на информацию. Они почему-то его не выдают. Вот приезжаешь, да, преподают, мастер-классы, оплачиваешь несколько дней, вот все, постриг, все показал, красиво, красиво, мы вошли, пофоткали, все, а информации нет. Очень много такие моменты бывают. Я как-то на Юру наткнулась в Ютьюбе. Я смотрела мужские стрижки в Ютьюбе и увидела его фотографии, в которой он выставил его работу. Юра, я работаю. Я сразу почему-то, вот правильно Юра нам и говорит, работа должна быть смотрибельна. Она и была смотрибельна, вот его работа. Я посмотрела, думаю, ну это та форма, которую я хочу, но я его не знаю, как делать. Вот тогда вот я и приехала на два степа к Юре, но на все свои вопросы и даже больше я получила ответ именно от Юры. Я когда приехала домой, я не говорила ни одному клиенту, что я работаю по новой программе, которую прошла. Мне хотелось узнать, они это поняли или нет. Не то, что я говорю, я вообще стригу вот по этой технике. Нет, я просто стригла так, как меня учил Юра. И клиенты возвращались в следующий раз и говорили, вот Рупиат, вот в прошлый раз так было четко, вот не знаю, ну вот как никогда. Вот было хорошо, вот пока я обрастала, ну так красиво. Мне даже стричься не хочется. И этот клиент, это постоянный мой клиент. Он никуда уже не уйдет. Вот они даже, вот я уехала на проект, когда я сказала, что я еду на два с половиной месяца, у клиента была немножко паника. Как? На два с половиной месяца летом, когда так надо чаще стричься. Понимаете, вот. Но я говорю, ну это все опять-таки ради вас. Потерпите уже. То есть денег не жалко потраченных? Абсолютно. И я скажу даже больше, я буду еще приезжать к Юре, потому что это деньги потраченные не зря. Очень много денег, которые мастера вот ездят туда-сюда, больше тратится на дорогу, на проживание, на учебу, но нет результата. А тут это никто не пожалеет никогда, если приеду к Юре, потому что это я говорю не то, что как новичок. Я мастер с 33-летним стажем, если даже, даже мне говорят, а что ты едешь, а чему еще учиться? Понимаете, и даже вот такой вопрос. Но только мастер знает, который любит свою работу, что ему не хватает? Что нужно еще вложить? Что вот можно еще сделать лучше? До Юры, вот, например, у меня было прям такое творческое голодание. Я вот думала про себя, ну сколько я буду стоять, вот одно и то же, ну как мне это все надоело, одно и то же, одно и то же. Ну вот, наверное, у мужских стрижков больше ничего не сделаешь. Ну что здесь делаешь? Вот короткие стрижки, короткие стрижки, ну и ладно, средние, короткие. Я даже думала перейти на женского мастера, потому что мне вот не хватало, вот я хотела что-то творить. А потом уже, когда приехала к Юре, я поняла тут, не все так просто, еще можно расти и расти. Еще можно? Конечно, конечно. И даже не то, что в плане даже стрижек, вот, стрижки, вот, мы прошли очень много хороших, очень, скажем, дорогих стрижек, можно так сказать. Потому что это не такая простая работа, как сделать какой-то вот дежурный такой парикмальский. Это очень красивая работа, очень сложная, но стрижка, которая, знаете, вот, она читается, ее можно объяснить. Есть стрижки, которые говорят, ну вот здесь вот так, вот так, вот так подтяните, там так подстригите, она туда упадет, будет вот так вот лежать. У Юры такого нет. Каждый семент в его работе, вот, в стрижке его, он четко знает, как он ее пострижет, куда она ляжет и как она попадет в эту плоскость, которую мы создаем. Еще, знаете, мне что интересно, вот, когда вы приехали в первый день, да, тут заходили, такие все смотрели, вот, что у вас поменялось за эти два с половиной месяца? Вот вспомните себя тут, как бы сейчас, да, вот сидим рядышком. Как это? Что поменялось? Ну да, вот вы приехали с каким-то таким вот настроем, что вот какие, с чего вам не хватало, может быть, да, и что сейчас, есть ли у вас внутри какой-то эмоциональный подъем, да? Конечно. Мы, когда приехали к Юре, мы, в принципе, мы приехали, как бы, зная, что мы едем учиться, вот, ну, научимся, вот, Юра покажет нам все, этот сам, вот, стрижки будем знать, какие его делать, каких правильно делать, там, как стричь, и все, это все понятно. Но, вот, когда Юра, он же у нас не только в стрижках, вот, дает нам правильное направление в стрижках, Юра, он еще морально и поддерживает. Он объясняет мастеру, как бы нас самих он нам и преподносит, но только уже по-другому, немножко возвышенно, вот, вы не такие мастеры, вы должны быть лучше, вы круче. Вы знаете, вот, это поднимает какой-то, вот, дух, внутренний какой-то настрой, стержень такой появляется, вот, уверенность в себе, что мы правильно идем, все делаем правильно. Конечно, было все, и ругали, и слезы, все было, но все это было во благо. Ну, я очень довольна этим проектом. Я вот уезжаю, мне кажется, вот, такой багаж знания, я даже вот говорю, все, как будто накидали, 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 а сейчас надо вот домой приехать и все это прям по полочкам разложить. А не тяжело ли вам было в том плане, что вот у вас был большой, богатый уже опыт, да, но опыт другой, не такой, как здесь? Не мешал ли этот опыт? Ну, я вообще, когда вот приехала к Юре, вот даже на степы, когда приезжала, я просто напрочь забыла то, что я делала у себя там, вот, в сентябре года. Я брала то, что он показывал. Конечно, было немножко сложно, он мне переставил правильно, вот, поставил руку правильно. Я даже не знала, что я его неправильно держу, но в то же время я стригла, я делала хорошо свою работу, я люблю свою работу. Но я это делала слишком долго, потому что мне приходилось то, что я, как говорится, запорола, поправлять приходилось очень долго. И Юра показал, как правильно. Я даже Юре говорил, Юра, через 30 лет, ёлки-палки, заново учиться, я говорю, держать расческу и ножницу. Было, конечно, трудно, вот, даже когда мы ехали на проект, я помню, там, ребята писали, что нужно ли дома потренироваться, работать ножницы, а расческу, и он сказал, ради бога, только не это. Потом вас заново переделывать и правильно ставить руку, это намного сложнее, понимаете? Может быть, это вот и было тем фактором, я помню, что вы в турнирной таблице на последнем месте были. Да. У меня, знаете, ребята вот очень хорошо поднялись в том плане рисования, лепка. Вот это же не только вот стрижка, очень человек должен быть всесторонне развит и художественным, и в других направлениях, чтобы видеть правильно форму. Это всё я и не знала, честно сказать, вот правильно видеть форму, пока не пришла к Юре. У нас даже было так, что мы в первые дни выбирали фотографии, Юра говорил, просто выберите то, что вам нравится, вот какая стрижка вам нравится, мы выбирали. И всё, он собрал наши номерки, которые мы выбрали, этот самый, и всё. И вот вчера он говорил, а потом в последний день я вам покажу. И заново мы прошли тот же самый тест. Тогда где-то попали, где-то не попали, но теперь, пройдя вот это обучение, мы все попали, мы видели правильную форму. Потому что мы уже не те, которые пришли, ой, вот это мне нравится, и вот это вот ничего, и это ничего. А тут уже мы же в проекте, даже когда свои работы мы выставляли, вот очень грамотно Юра это сделал, мы выставляли свои работы и выбирали лучших. Он нас учил видеть эту форму. Не просто там кому-то поставить, кому-то поставить по дружбе, нет, а видеть эту форму, именно форму. Ну вот, а в последний день, когда мы уже прошли этот тест, мы все попали, мы видим эту форму, которую мы не видели в первый день. Ну и неспроста получается, вы сейчас понимаете, что вы на таблице, как бы, и вы уже приходите, да, в обознание? Да, 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 конечно, приходит. А можете вот показать, как вы держали ножницы до этого, как сейчас вы их держите? Не надоели они вам? Нет, вы знаете, наоборот. Но человек, который любит свою работу, вот мне даже дочь моя говорит, мама, ты фанатик своей работы, ну так нельзя, до такого фанатизма работать нельзя, но надо любить спрос работы. Я не считаю это работой. Я когда иду на работу, у меня настолько вот, мне хорошо, мне комфортно. Я прихожу на работу, я на работе просто отдыхаю, потому что я занимаюсь любимым делом. У меня нет рабочего дня. Я могу работать допоздна, потому что даже если клиент попросил, я очень устала, я приму его, потому что я хочу работать, мне это нравится. Вот, а я расческу держала, во-первых, я его держала немножко с наклоном, мастера поймут вот так, или вот так. Если я шла на удлинение, я держала расческу так, если я хотела коротко, я его вытягивала наоборот на себя, но в идеале нужно держать всегда в плоскости, ровно в плоскости. Расческа подает, ножницы застригает. Если я немножко уйду с плоскости, я его просто застригу. А ножницы я держала, в принципе, ножницы я держала правильно, но только когда Юра нам показал технику, вот тест такой был, мы стригли бумажки, там есть такой нюанс. Я только тогда поняла по отстриженным бумажкам, что я немножко конусообразно состригаю, наискосок. А в идеале должно быть все вот именно... Ну, конечно, когда руку ставил Юра, болели мышцы, там надо работать правильно. У него методика такая правильная. Он показывает, как правильно им вообще работать, как разрабатывать мышцы рук. Это... Конечно, и руки болели, и то есть, тем более, если ты столько лет работаешь по-своему, а потом переставляешь эту руку, мне было вообще, например, очень тяжело ставить ропу. Ну, сейчас все поменялось. Ну, я даже не думал, вы просто даже в больницу попали, да? Да, я немножко переволновалась, у меня вот на почве не получилась одна укладка, я так перенервничала, что она у меня не получилась. Я не успела, я ее помыла, и не успела заново уложить. Но времени, в принципе, было достаточно, чтобы его уложить, я просто с ним не справилась, с этой укладкой. Потому что у нас, например, в салоне мы не делали укладки, у нас как-то средние стрижки, просто сушим. Такой вот укладки и не было. И я немножко переволвалась, и мне панкреатит дала себе знать. Я так походила где-то недельки-две, но в конце концов она мне потом как-то вот скручила спазм. Юра потом вызвала скорую, отвезли в больницу, но оказали мне помощь. Я два дня пролежала в больнице, а потом уже я отпросилась, потому что я уже хотела, чтобы в понедельник я попала на учебу. Я поговорила с врачом, я говорю, я на занятиях, я бы не хотела пропускать. Он мне дал указание, что делать, прописла лекарства и вернулась в строй. Сейчас нормально? Да, все хорошо. Все хорошо. Спасибо. Еще такой момент, жили вы все вместе или вы где-то отдельно жили? Нет, все жили отдельно. Вот ребята, когда жили здесь рядом, им очень удобно было, четверо, по-моему, пятеро, они здесь вот рядом. А мы с Кариной жили на новой заре. Нам немножко, два часа нам надо было добираться. Но ничего. Но вы как считаете, для вот учебы нужно ли ребятам вместе всем жить, вот курсу, да, допустим, следующий, который будет, или лучше отдельно отдыхать друг от друга? Нет, лучше вместе. Потому что вот когда вместе, вместе могут обсуждать процесс учебы, какие-то занятия. Вот мне, например, вот так не хватало, ой, я бы сейчас спросила, вот что-то. А смотрю видеоролики, ребята в группу закидывают, они сидят, что-то пишут вместе, обсуждают. Это очень важно, чтобы были вместе. И такой еще момент. Можете ли вы, точнее, я вас об этом прошу, описать себя? Три слова про себя до обучения и три слова про себя после сказать. Я до, я после. Мне немножко сложно это. Может, чего-то не хватало вам до обучения? И сейчас вы это получили, да, описать? Ну, знаете, вот после южных степов, конечно, у меня работа изменилась. Я и работаю, у меня и клиенты, у меня за 3-4 дня записи идут. Вот. Ну, в той, я хочу преподавать. Потому что вот очень многие, я и так учу, вот, ребята. Но я сейчас хочу вот именно преподавать не просто так, чтобы стоял возле мастера, индивидуально обучался. А хочу набирать уже группы и правильно преподавать. А для этого мне обязательно нужна была правильная методика обучения. Технологический процесс. Поэтому я вот чувствую, что если я до этого не могла правильно и профессионально преподавать, после этого обучения я, конечно, смогу это сделать. Ну, и последнее. Передайте привет всем, ну, своему городу. Кому хотите вообще? Я передаю большой привет городу Кизл-Юрт, моей семье, моим клиентам, всем, кто за меня болел. Желаю всем удачи, успехов. И хочу, чтобы молодые мастера, вот, вообще мастера, которые хотят повысить свою квалификацию, и правильно ее повысить, то выбор за вами. Вы всегда можете прийти в Академию Ханкрафт. Это не реклама, это я говорю как мастер со стажем, который прошло это обучение. Вы не пожалеете. Всем удачи. Все. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...